Всем привет! С вами канал о суровых варгеймах, я Даньяр, и сегодня традиционно в конце каждого месяца мы расскажем вам о тех играх, что отыграли, что понравилось, что не понравилось, поделимся с вами впечатлениями и может вы что-то тебе заприметите, если там не хотите смотреть 4-5 часов стрима. Мы кратко вам расскажем о том, что там было, как происходило и как нам понравилась та или иная система. А первым стримом, который у нас прошел в июне месяце, была игра по системе BEA, играли в нее Владислав Левша и Михаил. Приветствую вас! Привет, друзья! Всем привет! Приветствую вас! Он уже их сделал. Ну и, наверное, вы оценили на стриме, наши зрители оценили на стриме качество фишек, например, более игрового. Это, я думаю, одно из лучших вообще среди систем на середнях. Просто качество замечательное и доставляет эстетическое удовольствие от игры. Это один из первых плюсов BEA, кстати, уже назвал. Так что, Михаил, надеюсь, что ты продолжишь. Да, я полностью согласен со всем сказанным. Я сразу скажу, что да, я являюсь большим фанатом, любителем, можно как угодно называть. Для меня игра, ну, как бы в этой игре я нашел золотую середину между, скажем так, аркадой и симуляцией сражения. Есть, конечно, в ней, как и в любых других играх, там свои минусы. Но, в принципе, в принципе, она по классике играется абсолютно нормально. Кто-то может говорить, что типа, ой, для журнального варгейма долго. Ну, вообще, какой варгейм играется быстро? Я не знаю. Ну, Common and Colors, ну, это абстрактная, скажем так, игра, несмотря на ее популярность там и все. Да и то я бы не сказал тоже, что она быстро играется. Любой, в принципе, варгейм играется достаточно долго, особенно если два опытных соперника сидят, а не там новичок. Вот. Про красоту, ну, тут, да, опять повторюсь, тут прям безупречно. Это самое лучшее, наверное, арт из всех варгеймов, которые я выведел на, вообще, средневековье. Там есть же серия, античная серия тоже есть. В общем, там единственное правило чуть по-другому. Вот. А так, вот, повторюсь, это золотая середина для меня. И, да, я много модулей сделал, к сожалению, не все. Но добрая половина, как бы, наверное, может быть, чуть больше уже есть в ТТСе. И, пожалуйста, заходите, играйте. Поэтому, ну, я, как бы, другие игры тоже доделал. Но все время возвращаюсь к этой тактичке, несмотря на то, что есть другие игры, тот же ИГБОХ там. Все время к ней возвращаюсь, потому что, ну, вот, к ней тянет именно вот это мое. Вот, в принципе, и все. Ну, собственно, я, хотя и много уже очень партий сыграл с Михаилом, вот, и не только с Михаилом. Мы там пытаемся и с другими ребятами играть, которые интересуются тематикой. И, несмотря на это, ну, то есть, все равно там, ну, мы играем где-то чуть больше года, может быть. И для меня это достаточно новая была система еще год назад. Что хочу сказать? Ну, во-первых, как правильно Михаил сказал, это объединение фановости и историзма. В чем историзм для начала? Ну, историзм, прежде всего, в том, что когда Бэй разрабатывает какой-то сценарий для конкретного сражения, это проработка и количество фишек, и соотношение сторон правильное, да, историческое, и какие виды были отрядов на поле боя. И, естественно, это, как вы можете посмотреть и увидеть, это индивидуальные командиры с индивидуальными артами каждого командира и с индивидуальными характеристиками. То есть, вы понимаете, получается, когда вы играете в Бэй, вы играете не в какие-то фишки, вы не двигаете одинаковые фишки по полю боя. Если вы посмотрите, даже одинаковые рода войск, например, сержанты, да, это тяжелая пехота или тяжелая кавалерия. Вот ХЭА, да, вы видите, у крестоносцев пехотинец-сержант, он может рядом находиться с другими характеристиками, да, но вот эти вот, например, одинаковые, но в других сценариях вы увидите, что одинаковые сержанты, да, вот, например, совершенно верно, тоже сержант, но у него немножко другие характеристики. Почему такое? А потому что Бэй старается посмотреть, какие даже по качеству были отряды на каждой стороне в каждом сражении. То есть ты чувствуешь, что, как вы видите, арты разные у одинаковых, казалось бы, ХЭА, да, это по-французски там, таким образом, тяжелая пехота, Heavy Infantry переводится как-то с французского языка, не владея им. Так вот, вы видите, что даже одинаковые типы отрядов изображены разными артами, и у них могут быть разные ТТХ, вшиты в каждую фишку. И это не просто потому, что Бэй так захотел, а потому что он очень серьезно изучает каждое сражение, источники исторические, и это очень всегда приятно, потому что я играю именно в исторический варгейм, как и многие сотни людей, которые нас смотрят в России, поклонники именно исторического варгейма, а не евро-варгейма. И для нас это очень важно, уважение автора, геймдизайнера к истории, к тем фактам о сражениях, которые нам известны. Конечно, нам не все известно, но вы понимаете, что источники не все нам говорят в подробностях. Естественно, здесь есть и геймдизайнерские какие-то придумки, что ли, да, или додумки источников. Но основное, то, что основано на источниках, он здесь показывает, и даже если что-то додумывает, он додумывает, старается додумывать исторически достоверно. Это вот для меня, как исторического варгеймера, то есть в историчку именно, очень важно и уважение, и отношение автора к истории. Второе, я сказал про то, что это совмещение с фановостью. Многие, те, кто знакомы с обеими системами, говорят, что Бэй – это гбох на минималках. Что на самом деле у Бэя нет ничего такого особенного. Он просто взял, упростил гбох, Берга, и вот придумал свою систему, которая просто является гбохом на минималках. Ну, не знаю, как на минималках, здесь есть что-то проще, чем в гбохе, что-то, может быть, так же сложно в плане игромеханических решений. Но, в целом, я согласен только с одним, что система Бэя проще в понимании, в отыгрыше. И даже если вы посмотрите толщину правил, да, гбох и Бэя-систему, вы увидите, что у Бэя это намного тоньше правила. Михаил, сколько страничек-то там у нас получается? Вообще, 10-10 страниц, вот я сейчас пролистал, дальше идут две таблицы. Таблицы, если текста, то не считаю таблиц, 10 страниц, плюс 4 таблицы, 5 таблиц. Да, то есть, ну, вы понимаете, да, ну, и разница, посмотрите, какие правила в разных томах боха. Вот, конечно, не всегда краткость сестра таланта, и вы понимаете, что можно написать одну страницу правила, но там потом замучаетесь думать, а как же вообще быть в реальной игре со всеми этими сложностями и тонкостями игры. Да, здесь есть такое, что сначала вы смотрите, читаете правила, и вам кажется, что вообще очень легковесная система, да, то есть вы его понимаете буквально после первого прочтения, после первой игры вы считаете, что вы эксперт, а после десятой игры вы понимаете, что вы до сих пор разбираетесь в некоторых нюансах правил. У нас так и было. Да, Михаил, я не дам соврать, да. Мы, в принципе, даже в прошлой в этой игре сделали мелкие ошибочки, несмотря на большой отыгрыш, но мы их все-таки сделали. Да, да. А это не он, это мелочи, в общем-то. Вот, есть какие-то моменты, которые принципиально сложно или нечетко написаны, да, в правилах, их немного. Ну вот, например, мы с некоторыми другими игроками, которые интересуются системой Бэя в России, до сих пор спорим по системе отыгрыша-чаржей кавалерийских. Это когда, соответственно, рыцарская кавалерия и сержанты могут атаковать так, как они атаковали, то есть с разгона, с разбега, таранные удары. Это здесь очень классно отыграно. И это еще один комплимент Бэю, потому что тот, кто смотрел наш стрим, он видел, насколько круто видно, как врубается рыцарская кавалерия в противника, как она прорубает себе окно и как разбегаются не то, что один отряд, а сразу могут разбежаться несколько отрядов, потому что там есть дополнительные, соответственно, рукопашные после того, как уже врубилась кавалерия в один из отрядов. И у нас были такие примеры на стриме, Даниэр, помнишь, да, когда майя кавалерия в центре врубилась, и потом это имеет свои и отрицательные моменты тактические, потому что слишком глубоко углубляясь в стан противника, отряд может быть окружен. И как это и произошло у нас в игре, помните, да, эту ситуацию в центре. Вот, но в любом случае я не видел ни одного варгейма с фишечного, я еще играю в варгеймы с миниатюрками, вот там тоже это есть во многих серьезных исторических играх и правилах, но вот в фишечных варгеймах я, собственно, настолько хорошо проработанной системой чарджей рыцарской кавалерии Средневековья я больше нигде не видел. Ну, может быть, поправят наши зрители и скажут мне что-то другое, вот. Вот, но это один из еще одних плюсов ПЭЭ. Вам большое спасибо, что показали зрителям эту систему. Михаилу спасибо за великолепные модули, они действительно очень хорошие. Данияр, да, если позволишь, хочу поблагодарить, собственно говоря, тезку Владислава Левши, Владислава, который во многом предоставил сканы отличного качества, вот практически все игры, которые я сделал, практически все, это он предоставил, поэтому Владислав тебе привет, он, наверное, знает, и большое спасибо. Вот, модули действительно все очень хорошие и хорошо сделаны. Вам спасибо, что показали эту игру, потому что зрители давно просили что-то из французских варгеймов. Вот, а мы переходим к следующей игре. Еще одна игра, которую мы опробовали в июне, давно хотели, давно нас просили, это Battalion Combat Tires, а именно один из последних модулей, он, по-моему, какой? Четвертый даже модуль. Угу. Это Panzer Last Stand, посвящен контрнаступлению немцев в феврале и марте на территории Венгрии. Игра огромная. Четыре поля, шесть платфишек, ну, в общем, это MMP, все, как вы любите. Сыграли мы ее вместе с Алексеем Безниным, и у нас остались противоречивые впечатления об игре. У тебя они больше какие, положительные или отрицательные? Ну, у меня, в принципе, положительные. В общем-то, я получил то, что, наверное, я ожидал. То есть, наш ныне ушедший динэсик был гением именно таких оперативных вещей, в попытке именно делать симуляцию проблем логистики, проблем обеспечения, то, что испытывают командиры на разных уровнях, о том, что война – это не только война людей-моторов, но это война мысли. И он ее тоже заложил, ну, на этот раз на батальонный уровень. То есть, взяв своего, ну, наверное, одного из самых известных монстров ОСС, да, Operation Combat Series, он переложил ее на более низкий оперативный уровень батальонный, и, в принципе, постарался нам показать, что не все ваши войска будут вступать в бой, если вы их не обеспечите всем, чем нужно. Не все смогут сражаться успешно, то есть, не только циферки на фишках, да, решают успех в сражении. Вот так. В общем, показал, что самое главное, да, то, что у нас воюют не отдельные какие-то фишки, а воюют соединения, то есть, в данном случае. То есть, у нас есть штабы, да, которые вокруг себя объединяют свои подразделения. У нас есть пункты материально-технического обеспечения, то есть, различные там склады, ремонтные и так далее. От них тоже сильно зависим от их поставок, там, вооружения, топлива и так далее. И требуется, конечно, прослеживать самую главную линию снабжения, потому что эти пункты надо как-то поддерживать, да, как-то надо их обеспечивать. Вот. И плохо, когда у нас соединение начинает перемешиваться. Это вносит сумятицу в управлении, соответственно, вы будете получать штрафы при активации соединения. То есть, такая вот вещь, как активация соединения, это очень клевая штука, да, в том плане, ты не знаешь до конца, у тебя все вступят в бой или только половина войск вступит в бой. То есть, у тебя будет артиллерия полная поддержка или нет. Это связано вот с проблемами обеспечения. Поэтому мне вот игра понравилась, да, это плюс. Вот такой я видел минус, она долгая. Ну, долгая, наверное, она для вот новичков, которые прокачивают, смотрят в таблице, постоянно, не помнят примерно, кто кого-то может атаковать. А потому что там танки, это танки. Танки удержать пехотой в зоне контроля, как мы привыкли, нельзя. Вот они будут тебя просто объезжать, для этого нужна другая. Вот, сила бронированная. Вот есть такая штука, как поддержка у нас, да, вот не знаю, как показать сейчас, наверное. Тем, кто не смотрел наш стрим, а мы рекомендуем посмотреть. То есть, есть такая штука, как поддержка. То есть, можно значить какое-то подразделение бронированное, сказать, ты будешь поддерживать CS и пехотные соединения у меня. То есть, грубо говоря, это соединение там танковое, еще какой-то другой бронетехники, растаскивают их технику по пехотным подразделениям, и они уже начинают оказывать поддержку. Уже тогда зоны контроля работают и против бронетехники. И вот, вот эта вот вещь, как подавить поддержку, как там, выбить танки у пехоты, это оказывается очень важно, да, ты начинаешь такая, получаешь простор действий. Ну, очень много интересных здесь вещей, игра там очень сильно зависит от, как бы, от цели твоих, главное это поставить, от твоего мышления. Ну, да, конечно, есть элемент случайности. Ну, тут много всего такого, чего в других играх нет, да, то есть поддержка бронированная. Здесь у нас есть, там, артиллерия, которая, она может, как, подавлять, она может, как, уничтожать. То есть, вообще, у нас пять видов боев. То есть, там, бронетехника против бронетехники, бронетехника против пехоты. Потом, еще, как я же забыл, там, посмотри, давай табличку покажем всем. То есть, там, ну, думать, как ты будешь, а штурм у тебя есть. То есть, ты можешь бронетехникой штурмовать пехоту, ты можешь идти просто в обычную атаку пехотинцами. Ну, ты все думаешь, что тебе сделать лучше. И что тебе сейчас, каким артиллерийским огнем помочь. Попытаться просто уничтожить один у них степ, а многие здесь юниты у нас не двухстеповые, как бы, привыкли, да, у них может быть, там, четыре, пять, шесть степов. Либо тебе нужно, соответственно, их сначала подавить, уничтожить их бронетехнику, и уже поспокойно добивать. Много вызывает, наверное, недоумений у многих. Ну, мне, в принципе, понравилось, что здесь нельзя полностью окружить подразделение. Оно все равно скользнет. То есть, оно убежит к штабу, какими-то своими окольными, видно, путями, там, просачиваясь через листочки, потому что это, там, у нас роты, да, получаются, уровня. Вот они просачиваются, возвращаются, и у штаба как-то все формируется. Ну, нет такого привычного, что все, я тебя запер зоком, все, сейчас ты умрешь, в любом случае, на какой-нибудь там. С другой стороны, штука такая, изоляция осталась, да, то есть, именно изолированы мы от различных, от наших штабов, от наших ПМТО, то тоже будет нести потери подразделения. В принципе, это, в принципе, нам знакомо. Вот. И еще, что я могу сказать, такого вот здесь, и прям интересного, то, что меня покорило, это вот, что ты действительно не знаешь, какую тебе сейчас атаку лучше сыграть, да, у тебя голова об этом трещит, как мне сейчас сыграть, у тебя постоянно миллион решений в голове. Устаешь, сначала реально устаешь, но потом уже в послевкусии от игры оно приятное. Начинаешь думать, а можно было так, а можно было так, то есть, ты продолжаешь о ней думать, у тебя нет желания игру закончить, бросить и так далее. Вот. Я, наверное, сказал много, и, наверное, больше положительного. Вот. Ну, и еще, наверное, добавлю в минус. Это, наверное, игра, точнее, серия, она чуть-чуть, правила маленько не отточены, и иногда приходится, ну, в БГГ вгружаться, да, либо в консиумолд и смотреть к трактовке, потому что есть спорные трактовки, и даже есть, когда там хороший перевод правил, да, у нас Алексей Ачебукин, она там тоже не помогает, потому что Алексей тоже там не всегда все знает, нужно идти вместе с ним там на БГГ разбираться. То есть, если бы серия там была, автор БГГ жив, да, еще серия писалась в несколько лет, то правила бы уже, наверное, отточили, мы получили бы там третью, четвертую версию правил, где уже более-менее, ну, все бы уже было ясно и понятно. Но это такой легкий минус. Игра не похожа, пожалуй, ни на что, во что я играл. Поэтому... Ну, я скажу, что игра действительно по своим вот идеям, по своим механикам, она очень хорошая. Несколько типов атак, пять типов атак. То, что можно разделить какое-то подразделение, и разербанить его по другим. То, что тут чит-пул, ну, практически чит-пул активации, когда вы... У нас нестандартно, ай-го-й-го, а вы небольшими соединениями друг друга активируете. Это все очень крутые вещи. Но то, что эту игру выпустила MMP, несет свои отпечатки. Это маленькие фишки, не совсем красивые карты, памятки на бумаге, а не на картоне, черно-белые модульные правила и так далее. Подробно я об этом рассказал на наших новых горящих стульях. Кто не подписан на Boosty, подписывайтесь. Там я прогорел по качеству игры достаточно много. Если вам интересно, внизу ссылка в описании для подписки на наш Boosty. Но по самой игре еще один большой плюс, это то, что здесь есть маленькие сценарии. Маленькие сценарии — это всегда хорошо. Несмотря на то, что я считаю, что 10 маленьких сценариев вот для такой огромной коробки, которая отражает аж несколько операций, это все-таки очень мало. И для такой большой игры все же требуется там, наверное, шок 20 сценариев, чтобы у вас было место и время, чтобы обкатать все ваши навыки. Ну, а как таковой большой кампании тут нет. Тут большая кампания разделена, можно сказать, на три такие фазы. Январь, февраль и март. Их объединить, в принципе, тут нельзя. Но это тоже, в принципе, интересно, потому что вы можете посмотреть на разные операции в рамках одной игры. Ну и, конечно, это минус большой, это цена, то есть 160 долларов за вот эту вот коробку с качеством MMP — это жирно. То есть за те же деньги вы можете купить другие игры, которые будут другие, даже Wargame, а не настолки, которые будут качеством намного превосходить, именно качеством продакшн, намного превосходить эту игру MMP. Поэтому думайте, это все-таки игра вот, назовем это так, для фанатов творчества Дина Эсига, для фанатов MMP, и далеко не для каждого игрока. То есть если вам понравилось там, Симонич понравился СКС, и вы хотите что-то еще, то вряд ли вам понравится вот эта игра, потому что она еще более сложная, еще более комплексная, и может иногда лучше остановиться вот на таких системах ниже среднего уровня сложности, а не погружаться глубже. То есть только если вам нравится что-то более хардкорное. Ну, на мой взгляд, так, потому что все-таки рекомендовать ее всем я вообще никак не могу. Ну, я уже рекомендовать, нет, всем, конечно, нет. Эта игра действительно на тех, кто хочет симуляции, именно симуляции, да, есть и командира там, командира батальон. Вот это вот, вот это люди можно посоветовать, да. Тем, кто хочется как бы просто ближе к игре по военной тематике, то, ну, наверное, им будет сложновато вгрызаться в эти правила. Поэтому лучше всего посмотреть стрим, да, тем, кто не смотрел. Мы рекомендуем даже там на x2 скорости, да, но вы получите впечатление об этой игре. Тянет она вас к себе или не очень. Я так понял, у тебя в основном идут претензии по эргономике, да, и по фишкам. Ну, это огромные претензии, в принципе, по всему качеству. Ну, и плюс претензии по времени партии. Мы даже маленький сценарий там за 4 часа не отыграли. Ну, это да. Для меня, в принципе, время, наверное, самое здесь плохое, да, в том, что я не могу там сыграть это за вечер. Вот это да. То есть это надо уводить в оффлайн, то есть в ТТС, там, в АСАЛ. Вот это самый большой минус. Фишки, ну, тут кто кому к чему привык. Поэтому смотрите стрим, делайте свои выводы. Вот, ну, эта игра не оставила меня равнодушна. А мы переходим к следующей игре. Следующей игрой, которую мы опробовали в июне месяце, была знаменитая серия Ля Батай, а именно самый такой простой, наверное, из модуля всех, это Ля Батай и Де Каттер Бра. Мы играли по облегченным правилам, которые называются правил там Марии Луизы, по-моему, полки Марии Луизы, они называются полностью. И мы так и не отыграли полностью сценарий, несмотря на то, что он, ну, он долгий, но там фишит немного. Но все же пощупали механику и пощупали вообще, как это все работает и что это за знаменитая система Ля Батай. Ну что, как он тебе, Миш? Ну, как я и говорил на стриме, то есть я не скажу, что это вот геймдизайнерская ошибка, да, как Танта Монта, типа, блин какой-то непонятный, играйте, вот я, я с Деляль. То есть здесь, ну, все равно не будет совсем фигню, да, с 75-го года играть до сих пор, так ведь? То есть проблема именно в том, что она устаревшая, то есть не в том плане, что в нее нельзя совсем, да, сейчас играть, а в том, что сейчас уже так не делают, слишком много модификаторов, слишком все громоздко, то есть если сейчас как бы все понимают, что делать игру там на 15-20 часов это смерть, ну, кроме автора Танта Монты, да, вот, то сейчас как-то стараются, ну, максимально игрока разгрузить от вот этих подсчетов, математики и вот всего такого, ну, потому что это, ну, не тем, чем как бы главнокомандующий занимается, он там не считает, сколько там залпов делают ружья и как там в Каре стоят ребята и делятся у них на три при этом залпы, вот, это задача уже того, кто там в Каре будет их строить, этих ребят, а не того, кто послал их по направлению к конкретному там разъезду, перекрестку и так далее, вот, поэтому, как я уже и говорил, то есть мне не кажется, что вот, ну, просто у многих, мне кажется, есть спутаница между сложной системой и реалистичной, то есть типа сложная не значит реалистичная, то есть если накрутить модификаторов, не значит, что это будет как-то лучше отражать события, лучше отображать это, и вот здесь из-за этих модификаторов, ну, по крайней мере, в наших правилах они часто выглядят бессмысленно, вот, вида Каре, где типа ты делишь на три Firepower Units, сначала ты умножаешь на три количество, сколько у тебя численности стреляет, а потом делишь на три, потому что они разделены в Каре на три стороны, вот, и это как бы бессмысленная математика, ты делишь на три, умножаешь на три, там только у британцев, и еще там у пары юнитов, так не происходит, там сначала на четыре умножается, то есть как бы проще было написать сразу смотри напечатанное, там, или смотри по количеству просто инкрементов, все, ничего не умножай, ничего не дели, вот, то есть это как-то очень странно, то есть тяжеловесно, странно, возможно было нормально до 75-го, но не очень нормально сейчас, плюс это вроде бы ты ничего такого не делаешь, да, ты важных там решений, ну, принял, то есть ты вот обычно ошибся, и, короче, ты там два часа просто огребаешься свою ошибку, механически, там, ты не можешь уже как-то исправить, что-то сделать, поменять, просто как бы вместо того, чтобы, не знаю, за один ход ты вот разнес меня там в пух и прав, где вынес дивизион слишком вперед, бригаду точнее, в моем случае, там эта бригада в семь ходов сопротивлялась, отползала и медленно погибала, вот, и не то, чтобы это было занимательно, или там много важных решений принял, которые бы что-то изменили и как-то повлияли, поэтому это плюс здесь красивая карта, вот из хорошего карта красивые фишки, ну, они нормальные, мне не кажется, что они красивые, они нормальные, а чего они тебе не кажутся красивыми, мне кажется, они очень красивыми, ну, с другой стороны, как бы так, возможно, даже лучше, чем силуэты, потому что силуэты были бы на фишках маленькие, не особо различимые, да, логотипы, в принципе, полков нормальные, единственное, что я бы как-то, все-таки цвета, как я уже говорил, все-таки вы делаете игру и мне должно быть неудобно играть, то есть тем более, что наверняка фишки тут мелкие, да, по-любому они мелкие, по-любому они никак в ни шагу назад, вот, а как эти, как пулеметы в Combat Commander, что там это, полудюймовые, полудюймовые, вот, и поэтому, как бы, если я буду играть живьем, ну, оно же все сольется у меня, и поэтому, тут как бы, ну, понимаю, что у тех синяя форма, у этих синяя форма, ну, как-то вот сделайте мне в цветах, не знаю, в рамках, хотя бы рамки мне сделайте такого цвета, что вот, красные там у британцев, синие у французов, какие-нибудь там другие у союзных войск, чтоб я сразу мог быстро увидеть, где мои, где чужие, а то мы вот видим, и то есть, угадайте с двух раз, кто из них французы, вот, вы думаете, что синие, они все синие, понимаешь, ты перед партией должен изучить форму всех своих полков, которых поведешь в бой, вот, поэтому, ну, вот, огромный, монструозный, вот, вот, расписка командования, мы там на стриме показывали, куда более страшную расписку командования Бородино, ну, очевидно, потому что там численность намного больше, чем Катербра, и, соответственно, и дивизионов, и полков много больше, и, ну, в принципе, у меня нет вопроса особо к этому планшету, он достаточно для игры помогает понять, кто к чему относится, другое дело, что можно было это, опять же, как-то на фишках тоже сделать, по-моему, там, где-то в Road to Moscow или там, в Road to Leningrad, как-то на фишках, загадайся, ты должен знать, то есть, возможно, если ты упарываешься и в курсе всех расписаний, которые брали, ты такой, о, знакомые символы, очень миленькие, ну, как если бы, не знаю, какой-нибудь там, СС Викинг нарисовали, а ты знаешь, как выглядит СС Викинг, ты такой, о, вы СС Викинг, все, я все понял, вот, и примерно, возможно, так же работали для тех, кто в курсе, но, вот, и поэтому, сама система, вот, мне кажется, просто, как я уже говорил, опять же, на стриме, все то, что автор хотел показать, можно было показать гораздо более-менее математичными, менее громоздкими механиками, и игра бы была, игралась быстрее, динамичнее, и не была бы такой вязкой, что ли, поэтому я не могу сказать, что игра плохая, она очень-очень на любителя, то есть, если у вас такая, там, математика, медленный темп, и, вот, сколько мы пытались, три часа, там, на четверть сценария, и это самая маленькая коробка в серии, ну, вроде, там, говорили на стриме, что есть чуть меньше, но, казалось, что она плюс-минус такая же, а, возможно, чуть больше все-таки, поэтому, единственный плюс, что здесь начало такое постепенное, когда войска выкатываются кусочками, и вам не нужно прям сразу двигать все, весь корпус, там, все бригады, то сначала у вас, там, у меня две бригады, там, на поле, и у тебя кавалерия, и, вроде как бы, типа, осиливаем, и поначалу потыкаться первыми ходами, вот, в этом, этой коробке есть плюс, ну, вот, поэтому, если вас не смущает правило, там, из 70-х, громоздкие, много подсчетов, и очень хочется вот такую наполеонику подвигать, то, ну, и вы прям фанат, фанат, и, возможно, вам и понравится, в отличие от меня, но вот, я бы не сказал, что это плохая игра, она старая, а она просто не моя, то есть, для меня оценка у нее плохая, но эта плохая именно лично моя, я не считаю ее объективно плохой. Ну, ты же понимаешь, что мы играли не, не по, по правилам не из 70-х, они, ну, да, это более современное, чуть более слабых духом, да, да, то есть, раз не было повозок, там, отслеживание припасов, спасибо большое за это, да, то есть, здесь, ну, здесь много вот интерфейсных решений, вот эти вот замечательные часы, сатанинские абсолютно, мне кажется, то есть, ты такой видишь, помимо того, что они напечатаны на газетном листочке, то есть, как бы, у них очень мало смысла, кроме того, что они выглядят, ну, типа, как часы, ну, зашибись, спасибо большое, вот, причем я представляю, как бы, современные настройки, если бы кто-то упоролся, их оформили, тебе бы сделали какой-нибудь красивый круг, даже ты какую-нибудь стрелку бы тут крутил, современной модой на овер-продакшн, но это вот 70-е, то есть, там бы хотя бы ты мог сказать, ну, бесполезно, но красиво, а тут бесполезно и некрасиво, комбо, вот, поэтому, то есть, Tantamon-то хуже, Tantamon-то хуже, потому что Tantamon-то, она, на мой взгляд, объективно плохая, то есть, в нее играть скучно, а она вязкая, она постоянно тебя отсылает к правилам, здесь хотя бы тебе не говорит, смотри, правила, ну, конечно, куча таблиц, вот, но ты изначально читаешь правила, тебе более-менее понятно, что происходит, просто тебе постоянно приходится, то есть, к ним обращаться, и, то есть, нет такой проблемы, что, я не знаю, то есть, оно такое, я даже не знаю, как сказать, то есть, оно понятное, но громоздкое, вязкое, тяжелое, но понятное при этом относительно, а Tantamon-то, она вот какая-то не для людей вообще, там просто, просто здесь нет таких кусков, что, типа, я бы сказал, а на хрена это сделали, давайте выкинем, то есть, у меня нет вопросов на хрена, у меня есть вопросов, то есть, у меня есть понимание, почему так сделано, потому что 70-е, там, и 80-е, и 90-е, сейчас можно было сделать по-другому, но у меня нет вопросов, а зачем это, это здесь, в этой игре не нужно, то есть, здесь, в принципе, все, что в этой игре есть, оно работает, оно зачем-то нужно, то есть, это нет лишних частей, которые хочется выкинуть, просто это все части громоздкие, и тяжелые, и вот именно сделанные по канонам, как тогда. 50 модификаторов, 70 таблиц, развлекайся, и поэтому здесь, она именно прям не моя, но объективно, она нормальная, просто, там, для 70-х, она, возможно, даже хорошая, а для сейчас, ну, она тяжелая, и громоздкая, я бы не рекомендовал. Ну, понимаешь, все равно, коробки до сих пор выходят, и люди до сих пор покупают, и люди до сих пор выходят. я просто не сильно в курсе, как там с Наполеоникой, да, я как смотрю, только в сторону GMT, в основном, иногда на другие коробки, других издательств, что, как бы, я не вижу, что там большой выбор, да, Наполеоники. Нет, Наполеоники есть выбор, в последнее время появляются новые коробки, вот, допустим, в прошлом году New England Simulation выпустила большую, огромную, такой коробень про Прэйс Шалау, я, правда, в нее не играл еще, но купил, вот. Ну, я знаю, что Хексасим, если что-то мастерит потихоньку, в багане французы. да, ну, любимая тема их серии Eagles, вот это вот, Fallen Eagle, Last Eagle, Rising Eagle, никому. Скоро у них закончится, эпики-то киггл. Вот, а это, считай, тебе вот предоставили ISL по Наполеонике, чем ты недоволен? Да я, в принципе, не то, что ISL большой фанат, то есть, там некоторые фишки мне нравятся, которые не повторили до сих пор особо нигде, типа остаточного огня в Гексе, да, как в ISL, но в этой ISL именно, он вот такой кондовый варгейм, как ты его представляешь себе в голове, фишечный каунтер. А вот это вот? Кондовый такой, старый, ну, это тоже такое кондовое, старое, оно работает, но вот работает так, что тебе надо, как-то мозг сначала сломать под него, очень сильно привыкнуть. Ну, а у него зато плюс ко всему красивое поле, красивые фишки, а не у ISL, которого фишки арт не менял с 85-го года. Ну, поля у ISL в принципе нормальные, а вот фишки, да, фишки, да. Поэтому, мне в этом плане сложно ее сильно ругать, а тем более хвалить, то есть, это просто не моя игра, слишком сложная, слишком тяжелая, громоздкая, и я бы не сказал, что именно, что я что-то прям выкинул, то скорее все взять, типа взять, что хотел автор отразить, переделать и отразить другими механиками, проще с меньшей математикой, с меньшим количеством таблиц, ну, потому что реально некоторые таблицы, они, ну, вот, наследие из больших правил, когда их пытались как-то упростить, и, типа, ну, вот сделаем такую же табличку, как больших, но попроще, возможно, их вообще можно было выкинуть. Ну, что я скажу, мне, я, в принципе, эту систему понимаю, и эта система, опять же, на, как ASL, Lifetime Wargame, то есть, вы в нее погружаетесь, вы прочитали кучу вариантов правил, их, оказывается, там еще больше, чем даже я думал, вот, там еще более упрощенные, оказывается, правила есть, где вообще, несколько всего таблицы, и механика, выкинь до 10, выкинь десятку на 10, и все, вот, и прибавь к этому модификаторы, но для фанатов на пленнике, я считаю, очень хороший вариант, я тоже не фанат на пленнике, вот, и, но эта система, я тебе скажу, вот мне все спрашивали на стриме, она лучше Зукера, то есть, если в Зукере вам не только мозг правилами придется сломать, в Зукере вам придется еще мозг во время игры сломать, когда вы будете вспоминать, где у вас там командир, который скрыт за флагом, и помнить, какой у него там рейтинг командования, здесь такого не надо, несмотря на то, что система комплекснее, чем у Зукера, вот, поэтому, я ее больше могу рекомендовать, чем систему Зукера, но, опять же, это вот для тех, кому нужна вот именно вот прям Наполеоника, Наполеоника, сейчас вот, выходит много новых игр, по этой теме, и возможно, они как-то вот, есть, короче, новая контора, называется Sun of Drums, и они тоже выпустили про, про Иси Лау, коробку, их первая игра, и она, ее выпустил, короче, фанат вот этой системы Лябатай, и он, как-то, говорят, ее переделал, он, у нее там тоже чит-пул механики, но чит-пул с кубами, как в Коине, такими, ты вытаскиваешь куб, и смотря, какой ты куб вытянул, действуют, либо там одни войска, либо другие, либо они стреляют, ну, короче, интересно очень выглядит, это я посмотрел, вот, то есть новых систем про Наполеоники много, если вам это кажется такой убийственной, то мне лучше выбрать что-нибудь другое, вот. Ну, там по Наполеонике же есть еще у этих маленьких ребят, которые с Аладдина сделали, у них там есть пара игр по Наполеонике, тоже довольно как-то хитрый, тоже там такое оперативное, скорее, и тоже довольно интересно, механически выглядящий. И мы переходим к следующей игре. И последняя игра, которую мы попробовали в июне месяце, была многими сильно ожидаемая Dark Valley, это игра от Теда Рейсера, его третий подход к теме Великой Отечественной войны в таком стратегическом масштабе. И сам Тед Рейсер считает его лучшим подходом, то есть он его считает лучше, чем Барбаросса Тоберлин, лучше, чем Сталин Свар, и ему она больше всего нравится, и он говорит, что пока он для себя эту тему закрыл данной игрой. Ну, и если так посмотреть на издание, то Барбаросса Тоберлин издавался последний раз в шестом году, Сталин Свар вообще, по-моему, одно издание было в десятом году, а вот Dark Valley уже издавался два раза, в тринадцатом и восемнадцатом, и готовится третье издание. То есть у людей она пользуется большим спросом, чем предыдущие вот два подхода. Игорь, почему ты считаешь, что она пользуется таким большим спросом, и лучше, больше, чем Сталинс и Барбаросса Тоберлин? Хороший вопрос, на самом деле, потому что Рейсера что-то все ждут, вот, Барбаросса Тоберлин, ну, это все-таки еще этот, Пессов Глори, в Пессов Глори все играли, зачем нужен еще один Пессов Глори, там, типа, с хоум рулом, что там есть эти допфишки, какие-то, этих, механизированных войск, они ходят по два раза. Это отдельный вопрос, кстати, я сейчас объясню, почему он не нужен, на самом деле, сейчас, в этом тоже виновата Дарквали немного. Сталинс Вард, честно говоря, ну, я в него играл, в Барбаросса Тоберлин и не играл еще, ну, я играл в Пессов Глори, так что я думаю, примерно, что-то такое же. Могу ошибаться, конечно, но я думаю, что... Ну, близко, там тоже есть периоды войны, только их там, по-моему, два, вот, там все вот эти вот пути есть, тоже есть обязательные атаки. ПТП, кардрайвен, то есть, Пессов Глори вывела кардрайвен в широкие массы, потому что, ну, подэпипл это все-таки нишевая штука про американскую гражданку, а первая-то мировая, она, мировая война, вот, по большому счету, все тогда и поиграли, да ведь? Ну, еще Ганнибал, вот, кстати, Ганнибал до сих пор играет. Ну, античка тоже не для всех, то есть, но все-таки, ну, по моим ощущениям, вот, я так вижу, как Олег Тиньков сказал, да, я так чувствую, что вот Пессов Глори, это вот то, что кардрайвен принесло нам. Вот, потом все-таки этот, сталинсвар, он, эта попытка перенести на Гекс эту карточную механику получилась, честно говоря, не особо прикольно, а она очень сильно страдает, опять же, от костылей механики, я играл в нее тоже, там, там, где-то партии 5, наверное, у всех она кончалась, очень-очень стремительно и однокалиточно, причем там, как немцы могли просто разнести Советский Союз так, что, ну, окружали Москву очень быстро, либо наоборот, Советский Союз выносил им танки, и потом уже эти, потом уже устраивал, непонятно что, в своей стороне, там исторично ни одной партии не получалось, все наркоманские получались, вы играли же Сталинсвар на стриме? Да, мы и на стриме играли, я и сам играл, тоже у меня где-то с плечами партии 5 есть, и я согласен, что ни одна из этих партий не была историчной. Там вообще логика теряется в какой-то момент, хотя бы тот факт, что там, чтобы, допустим, Москву или Питер, ну, немцам штурмовать, им надо отдельную карту сыграть, которая может тебе просто не прийти, а ты все окружил уже, и вот только скрипт ждешь, но это как бы такие решения, вот, почему в Дарквале, Дарквале он вообще от этого отошел, сделав уже просто гекс-аккаунтерный врагейм, без всяких, но без всяких карточек каких-то дополнительных, он и в него поместил, ну, вот свой читпул, читпул, это такая, опять же там, такая, как объяснить, пограничная механика, да, то есть у тебя не четко заложенная последовательность действий, да, но при этом и не полный рандом, как допустим, ну, не знаю, как допустим в этой, в кардрайвинг механике, опять же говорю, могут карты просто не выпасть, во котором ты можешь атаковать, например, я-то тут машу в сторону, наверное, какой-нибудь нашей любимой тактической игры Combat Commander, ну, вы поняли, о чем я говорю, надеюсь, да, да, вот, почему Барбаросса Туберлин, опять же, ну, особо не, ну, нынче нету смысла его переиздавать, к примеру, да, потому что в Deluxe Darkwale уже валяется почти весь этот Барбаросса Туберлин, то есть там Deluxe поле на обратной стороне к нему, там Deluxe фишки к нему лежат, и по факту вам нужно только колоду правил найти, и правила, ну, то есть и эти подсказочки напечатать, и все, можно в Барбаросса Туберлин играть просто купив Deluxe к Darkwale, вот, поэтому навряд ли он опять же будет переупускаться, а Сталин с Вар, ну, как бы считается, по-моему, неудачной игрой, то есть, исходя из того, что был один тираж, и больше нету, то есть она плохо продалась. Но она там что-то потом за какие-то огромные скидки продавалась, буквально там за 20, по-моему, долларов, на сайте GMT, мы ее можно было взять. Вот, то есть прям отдавали, хотя бы уже кто-нибудь возьмите. Вот, а Darkwale, она попала в такую нишу, то есть это, по сути, монстр, да, но технически играбельный. То есть, если мы берем какой-нибудь Pacific War и пытаемся там разложить полную кампанию, нас увозят в дурку через неделю. Здесь кампанию сыграть реально. Она будет играться примерно 5 дней. Вот, причем она еще и будет весьма спортивная сама по себе, потому что как-то, наверное, ощутил, по ходу партии игра все-таки она от умения зависит сильно. То есть, если тебе не везет, можно собрать руки, ну, руки в ноги, ноги в руки, выбитые зубы, сломанные руки, сломанные руки, сломанные ноги и как-то там бочком-бочком докатиться до нужной, типа, ну, кондиции, где, откуда ее реализовывать. Вот. Она не совсем исторично получается, да, из-за чего, ну, прожженные любители прям достоверности, наверное, она им, наверное, не зайдет. Ну, как, в принципе, и все игры, которые вот хотя бы как-то отходят от симуляции, тут все-таки, ну, правила простые, упрощений много. Историчных расстановок нет. Ну, попытка там есть у них? Вот это, конечно, меня больше всего убивает, что нет историчных расстановок. В таких играх, глобальных, больших, я люблю историчные расстановки. То есть, здесь, по большому счету, на БГГ можно скачать только историчную расстановку к одному сценарию, к Барбароссе, а остальные уже расставляйте, как хотите. И тут может такое случиться, ну, самое выгодное для меня будет это то, что я все танковые армии зафигачу сюда и все артилеи всех фронтов тоже зафигачу сюда. Ну и вот сюда. Что будет, в принципе, полностью неисторично. Ну, противник так же сделает. Там есть встречный бой, Курск, сценарий. Там вот специально как раз Советскому Союзу Курск невыгодно оборонять, его проще как бы от него отступить. И там именно такой редкий скрипт именно в игре, что там есть фишка, которая Курский укрепрайон обозначает, ее нужно 100% в первый ход удержать. Вот. Что, ну, по логике вещей тебе вообще не выгодно. Тебе просто отступить проще от этих немцев, грубо говоря, да, и дать им этот уже, скажем так, фронт срезать, ну, сократить его длину. Вот. Ну, вообще, да, ты уже понимаешь, что противник точно так же поступит с тобой. То есть, он там или очень слабые юниты поставит, знаешь, и их снесут просто, чтобы ты там завяз, грубо говоря. Вот. А на второй линии обороны, ну, организовать вторую линию с более мощными юнитами и тебя там попытаться как-то покружить, отрезать. Вот. Либо в другом месте все свои сильнейшие войска сконцентрировать и как бы этот, знаешь, как инь-янь. То есть, ты войдешь с севера там, а противник зайдет с юга, например, можно как-то так совершить момент. Плюс еще тут же это, тут же не обязательно как бы, тут закомбинирование это войск, никаких приколов нету, ты можешь конкретно просто огромный танковый кулак сделать и им прям вкатиться в противник. Очень глубоко тоже так делали, тоже прикольно вполне себе получается. Вот. Не исторично, нелогично, но очень-очень весело. Вот. Я не знаю, в сравнении, в сравнении, ну, с тем, что у нас на рынке есть, так вот, по большому счету часто встречающие гуся. Это не шагу назад. Это НШН. И НШН этой игре проигрывает взрызг просто по всему, по всем этим. Разве что там, ну, я не знаю, разве что в расстановке она быстрее. Ну, в расстановке она в разы быстрее. В расстановке она в разы быстрее, но все остальное там на ладан дышит, то есть и не работает. Здесь работает. Хоть и не исторично, но иногда не логично. Еще один конкурент, но он так, наполовину конкурент, он только операцию Барбаросса отражает. Это серия Эвиктори, последний том, как он называется там, Эвиктори Денайт, Эвиктори Комплит, Эвиктори Авейтс, Эвиктори Авейтс, да, точно. Ну, возможно, да, но это, Накамура же его зовут? Да, Накамура. Накамура, Traces of War. Ждем от нашей любимой компании Mova Simulations что-нибудь. Они уже, вот, кстати, недавно выпустили, Хубрис, по-моему, Mova War называется, приквел прав, план блау. По-моему, тоже там все на украинском. Ну, хоть не на немецком, знаешь. Я что скажу по игре? Игра действительно интересная. Вот для меня главный минус это расстановки. То есть, это вот для меня самый основной минус игры. И то, что, в принципе, здесь не предполагается историческая расстановка, потому что, вот когда, как я уже на стриме говорил, я пытался исторически расставить Багратион, у меня было куча лишних армий. Вот, их было на треть, ну, или четверть армии, это были те армии, которые были либо где-то на спокойных участках фронта, то есть, там, на границе с Турцией они стояли, либо они к этому времени были расформированы, либо переформированы в гвардейской армии. То есть, здесь историческую расстановку делать практически нереально. И было бы хорошо, если бы они ее положили. Потом, удивительно, что на сайте GMT нету последнего издания сценария Бука. Там есть последнее издание правил, но сценария Бука нет. И вам придется либо иметь коробку последнего издания, где он имеется, либо лезть на БГГ и искать перемещение рейсера, которое он там оставил. Типа, играйте на самом деле так. Потом, огромный минус, это то, что вот эта основная механика игры, экшн-чита обилити, она с ошибкой. Вот. Почему они, если они изменили это правило в втором издании, они засунули сюда старое, тут, вон, по-моему, даже он внизу обрезан, это 12-го года, это у них на сайте, скорее всего, висит. Мы же оба знаем, зачем. Мы же оба знаем, это сейчас GMT. И, а, кстати, зачем, вот как вы думаете, напишите в комментариях. Ну, мы вот знаем, правильный ответ. И они вот, да, основной механикой игры у них есть ошибка в двух месяцах. Ну, конечно, вот вы не увидите здесь вот этих всех расстановочных листов, вот, и расстановка мега долгая. Но сама игра мне нравится. Мне нравятся игры с Четпул-механикой. И эта игра тоже оставляет приятное впечатление. И вот основное её движок, он работает хорошо. Я могу вот представить такой план немцев, который ты сделал на стриме. То есть, медленно отступать и оставлять какие-то там заградительные части, которые останавливают продвижение советских войск, а тем временем медленно катиться назад. многие немецкие генералы потом уже после войны говорили, что вот не надо было держаться за всю территорию, а надо было действительно так воевать. И даже, кстати, есть, я читал одну такую альтернативку, была такая книга Победа Третьего Рейха, по-моему, называется, там куча разных вариантов альтернативной истории. Вот один из вариантов, так сказать, ничьи в Великой Отечественной войне, он именно такой, то, что там Гитлера свергли, немцам удалось отбить высадку в Нормандии, и потом они применили вот этот, Ромель, по-моему, у них в итоге стал главнокомандующим, он применил вот типа такого плана, когда немцы медленно отступают, оставляя часть территории, и замедляя тем этим советское продвижение, когда им приходится не прорвать оборону, а уничтожив первую линию, сразу им приходится сталкиваться со второй линией обороны, и уже вновь готовятся ее прорывать. Вот, то есть, такая альтернативка, которую мы видели на стриме, в принципе, она существует, в принципе, она обсуждалась, и я могу предположить, что вот Тед Рейсер таким образом ее воплотил в жизнь, то есть, поэтому ничего странного не произошло. Да я бы так сказал, что эта манера такого, знаешь, плавного отступления, Даниэр, она появляется у тебя после того, как ты отыграл за Советский Союз Барбаросу, Блаву и Непаразу, там это, то есть, это все уроки предыдущих игр, у меня, скажем так. Вот. Ну, есть и к этому ключ, но какой, вот, ребята, давайте поиграем. Тут еще вот один момент такой хочу заметить, да, по поводу историчности, расстановки и прочее. Вот мы, допустим, садимся дизайнить игру про Вторую мировую войну, про Великую Отечественную войну, да, и мы, по сути, у нас два стула. Первый, симулятивный, да, то есть, сделать все прям вот как было, как, ну, грубо говоря, придерживаться энной версии событий, потому что на все события Великой Отечественной войны масса взглядов, да, и мы какой-то определенный из этих взглядов мы отображаем, западные в основном парни отображают, ну, вид того, как генералы немецкие свои оставили мемуары, да, там, понятное дело, танки монголы, вот это вот, комиссары всех расстреливающие, есть просоветские эти, ну, как бы, мемуары, да, основная проблема в том, что их намного меньше, чем немецких, вот, где как бы этот, вроде, ну, грубо говоря, сам понимаешь, да, все, все воевали просто, как бы, все воевали хорошо, просто у кого-то лучше получалось, у кого-то хуже, вот, и второй стул, вот этот вот, геймдизайнерский у нас, мы делаем именно игру, да, она как-то будет цепляться за реальность, ну, не то, чтобы, знаешь, этот, но не в угоду именно геймплею, вот, и тут вот абсолютно правильно на стриме заметили, то есть, как бы этот, что у нас там, батальон тигр, по силе равен этой, стрелковой дивизии, вот, это сугубо же игровая условность, нет, тут 2-4 у Советского Союза, у них, десантники 2-4, как минимум, нет, десантники 1, десантники 1, разве, ну-ка, морская пехота 3, 3 вот, ну, вон 2-4 есть, киевские эти, Киев Милитари Дистрикт, подожди, где-то были десантура 2, нет, а нет, 1-4 десантники, вот, ну, короче, не суть, ну, как батальон тигр, вот этот, механизированный корпус этого, образца 41-го года, вот, тоже 2,8, то же самое, понятное дело, это, ну, это игровая условность, игровая условность, она нужна для того, чтобы отобразить этот перекос баланса, то есть, вначале, ну, немцы тут никак не эволюционируют, с точки зрения самих фишек, Советский Союз эволюционирует, то есть, у них изначально вот эти вот, куча дивизий 1, 4, да, они потом собираются уже в стрелковые корпуса, стрелковые корпуса в армии, армии уже в гвардейские армии, гвардейская армия, гвардейская танковая армия, получается, вот, это такое чудовище, ну, где-то тут, где-то тут танки на танковая, гвардейская армия, сколько тут, 17, по-моему, она, 14, да, вот, и у немцев, а немцы вот как были 2, 3, 5, так и мы остались, то есть, это чтобы в начале игры давать немцам высокие соотношения, и причем они там по, по, как бы плохой таблице боя, коих-то две, они рубятся, да, а потом наоборот, Советский Союз получает очень большое преимущество в соотношениях, и наоборот, уже он переводится на плохие, ну, это на плохую таблицу, немцы на хорошую, вот, плюс, опять же, понятно, да, что были там другие командующие, помимо Жукова, как бы Жуков тут сделан этим отдельным штабиком, так и Панцер Армии, то есть, кто, кто, кто их там 4 штуки, у них по несколько штатов, это, опять же, там, ну, какие-то командные моменты в игре отображает, да, но это все игровые именно, что условности, Dark Valley, это он, это не симуляция жесткая, как вот, оставим это Борису, не знаю, кому еще там, кто там, ну, хардкорные прямо делают такие, эссинг, Дин эссинг делал, да, вот АКС, ребята, там, ну, хотя есть, конечно, эстеты, которые уже в АКС не видят, говорят, что ЕКС фигня, вообще, дичь какая-то, в принципе, красота в глазах смотрящего, вот, так же и тут, от этой игры не стоит ждать симуляцию, игрой от нее стоит ждать классную, вот, единственное, что мешает ее под конкретно уже под пиво, катать это ее масштаб и длина, вот, я, с этим я вас предупредил, в остальном, будет локализация, ну, надо брать, или не будет локализации, но если не будет локализации, то вот вам модуль принесли, вассали, сами знаете, не маленькие, если кто-то решит, этот, на, господи, как он, на модном нынче Райля Детрупс модуль запилить, тоже круто будет, но только там, конечно, а нам не знаешь, что вот это вот Дарквали напоминает, из компьютерных аналогов, могу Гэри Грикс, Биварен Зеист привести, на упрощенных правилах там, вот, там понятно, что там пожестче симуляция всего, но она вот где-то в таком уровне, увлекательности. Ну что, вам спасибо, что смотрели наши стримы в этом месяце, что поддерживали нас донатами, подписками и лайками, мне всегда это очень приятно, обязательно приходите, и в этом месяце на наши стримы, у нас будет еще много чего интересного, и мы с вами еще увидимся. Всем пока! Давайте, удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!